Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Буфстовский. Мы работаем в Django 4. Итак, ребят, в прошлых уроках мы вошли в Django и поняли, как он работает, но этого мало. Давайте определимся задачей. Мы с вами будем писать сайт сразу по ходу, то есть изучать практически. Но задача немножко по-другому ставить, будем ставить. Вы знаете, ведь я написал уже сотни уроков по Django. Сейчас мы делаем следующим образом. Разбиваем на задачи, то есть пишем сайт, но расширенно разбиваем. В данных уроках мы с вами поговорим о извлечении URL. Теперь вот такой момент, что мы должны уловить с этих уроков. Понимаете, одни люди пишут сайт тырканьем, ой, заработало, ура. Этот курс мы будем бить на полное понимание. Подходить к разным частям Django комплексно. В данном уроке, прежде чем писать сайт, мы с вами будем работать с URL. По сути дела, сейчас перечислим, да, но по сути дела, что нам надо научиться. Во-первых, начали мы не с функций, а именно с классов. Потому что на классах, как мы с вами договорились, дальше будем работать с миксинами. Иными словами, какой бы вы ни писали сайт, вам всегда пригодится и нужен будет навык извлечения, получения ссылок. Вот есть определенные записи, мы получаем ссылку. В данном случае мы будем получать, научимся получать ссылки тремя разными способами, которые, в принципе, вам хватит. Хотя способов больше. Первый способ по слуг. Иными словами, по словам. Второй способ, которым мы научимся извлекать по ID или ПК. Иными словами, каждая запись имеет определенный номер. Но здесь мы поступили еще лучше и по ID, и по слух. То есть ошибка, просто что запись не будет тайдена, ну, сводится к нулю. И третий очень такой способ, это по пространству имен. Это тогда, когда у вас в проекте довольно много приложений. При этом некоторые файлы, например, индекс, там, ftml и другие повторяются. Вот здесь тогда мы будем применять такую тактику. Я вам сказал, что на самом деле вариантов извлечения URL намного больше. Но, исходя из опыта, я выбрал три, которые можно использовать под разные случаи жизни. Вообще, здесь бы, по сути дела, вместо того же слуг, да, мы могли вообще имя извлечь, если бы это были пользователи, да. То есть, по сути дела, вариантов много. Так вот. Так, почему этот навык важен? Обратите внимание, когда мы проходили первые уроки, с вашего позволения, я покажу. Джанга 4 начался курс. И переходим, дальше выбираем по рубрике, рубрики. И выбираем. То есть, по порядочку, ребята. Будет все по порядочку. Дальше следующее меню и так далее. Курс я пишу таким образом, что мы пишем сайт. Сразу сайт пишем, да. Теперь. И обратите внимание, еще такой момент, что сейчас вначале я буду писать план, что мы будем конкретно узнавать. Поэтому пишу это видео, еще напишу план. Все, отходим отсюда. spb-tut.ru Значит, посмотрите. Когда мы с вами изучали вхождение в Джанга, мы разбирали, что абсолютно верно. Связь между моделями, представлениями, шаблонами и URL. Сейчас мы будем делать абсолютно то же самое. Но мы заострим внимание входа с URL. Потому что, исходя из кучи вопросов, например, давайте введем. Я специально здесь делал исключение, потому что нам надо изучить и исключение. Давайте введем. И мы видим довольно, то есть, есть результаты, да. Что не введи, есть результаты. Где-то больше, где-то меньше. То есть, поиска. И вот я заметил, что делает большинство новичков. Они, что пришло исключение. Потом ищут некий ответ. Ура, заработало. Чего заработало? Каким образом заработало? Ура, работает. Ну и ладно. Здорово. Нет, не здорово, ребята. Это очень плохо. И так нельзя делать. Наверное, я такие курсы здорово писал лет 10 назад. Сейчас мы поступим другим образом. Мы должны четко понимать. Вот этот курс нам покажет. Мы хотим, мы должны продумывать. Мы продумываем. Хорошо, мы решили излечь. Нам достаточно излечь по слуг. То есть, иными словами, вот запись «Домовой воробей». Она или «А» извлекается по слугу, да? То есть, по слову. Значит, нам надо разобраться. Каким образом записать представление? Ага. Нужно ли что-то прописывать в модели? Ведь модель – это класс. В некоторых случаях надо. Хорошо. Что написать в шаблоне? В шаблоне. Как связан шаблон представления и модель? С URL. Как правильно записать URL? Ребят, ведь это надо в голове уже понимать. Что здесь надо делать? Разобраться. Тогда перестанет стыкаться. Поэтому, прежде чем писать сайт, давайте научимся извлекать ссылки. Второй момент. Второй момент. Такая же запись – это та же модель. Просто я решил ссылки по-другому извлечь. Уже в адресе присутствует что? Правильно. ПК. То есть, каждая запись, в данном случае белая трясогузка, в базе данных имеет свой идентификатор. 1, 2, 3, 5, 7, 12. По этому идентификатору можно извлечь. Поэтому давайте разберемся, что такое ПК, что такое ID. Ну, грубо говоря. Потому что есть случаи, когда нам надо по словам, есть случаи, когда надо по ID. Это более точно. Но мы здесь поступили таким образом, что мы извлекли запись и по ID, и по слову. И получается, этот метод называется получение прямой ссылки getAbsoluteURL. Но тут же участвует и модель. Следующий шаг, который надо научиться и научиться сразу, это извлечение URL, получение ссылок по пространству имен, namespace. Иными словами, у вас 20, может, приложений на сайте. И, как я сказал ранее, возможно, какие-то сайты, файлы могут пересекаться. Так вот, есть пространство имен. Ничего тогда никогда нигде не пересечется. Вы будете точно уверены, что ваше приложение будет работать. Зачем мы это делаем? Ребят, в прошлых видео я говорил, мы начали сейчас с классов, да? Хорошо. Вот я у вас спрашиваю, ребят, вот открываем, зачем я вот учу вас так делать? Вот по-разному. Ну, открываем сайт там, как, ну, вот я посмотрел сайты там с фильмами, да, например. я говорю к примеру. Я говорю к примеру. Берем, сайт здесь ни при чем. Но, смотрите, в чем смысл. Когда мы берем сайт, и обычно вот здесь легче всего посмотреть, что выборка разная, да, там, по фильмам, по этим, актерам, по режиссерам, и так, и так. Так вот с этой целью это и надо постигнуть. Почему еще это важно? Ведь далее, что мы будем делать? Мы видим, что вот эти классы имеют большое количество методов, да, то есть вот они. По сути дела, для нас, нас интересуют две вещи. Это первые методы керосет, выборки объектов, и контекст, объект name, и контекст, объект data. По сути дела, get-key-reset, это относится к тому, как мы будем выбирать базы. Иными словами, смотрите, что, как можно практически сразу писать уже хороший сайт. Иными словами, у нас есть, у нас есть, например, определенная модель. Модель мы будем постоянно совершенствовать. Иными словами, усложнять, добавлять. Будем делать так, чтобы добавлять и связи, и все. Просто я не хочу сразу в сложности лезть, чтобы вас не путать. У нас есть модель. Мы написали определенное представление. И теперь мы можем писать сколько угодно представлений, по-разному по-разному извлекая и получать абсолютно разную выборку, да, которую нам надо было, да, например, в базе данных имеется там 100 фильмов, но мы выбираем последние 5 фильмов. Фильмы по режиссеру. Фильмы там еще по чему-то другому. Я говорю, но так же можно делать с любым сайтом. Так вот, и скажите, а что у нас тогда будет за писанина, если мы, если мы, например, собираемся выбрать определенным образом объекты, а при этом потом копаемся и думаем, а как же это все вывести, да, как же это вывести в URL, как это прописать в шаблонах, да, это получается не программирование, а мучение. Посему? Этот курс, как я сказал, я же в 2012 году написал вообще первый курс, первый я в Рунете был, кто написал курс по Джанго, много людей научилось, но спустя вот столько лет я не решил делать как делают большинство, берут и показывают там приложение и по сути дела что получается? Ни хрена человек опять не научится программировать в Джанго, почему? Ну напишет он такое же приложение, не это мы будем учиться, ребята, я сказал, наше дело осмысление, вот в данном случае мы должны решить вопрос URL, решили, что вы дальше уже дальше после этих уроков вы уже должны совершенно свободно открывать диспетчер URL на сайте Джанго и вам должно быть понятно, да, как работать. Посему? Подводим итог. Мы должны постоянно работать в связке, комплексно. Работаем со стороны URL, URL, но осознанно понимать, не ааа, ура, заработало, блин, или как там, блин, а как же оно заработало, ну работает и здорово, ничего не буду трогать, чтоб оно не сломалось. Нет, ребята, это не наш метод. Четко понимая, в голове перебирая, тогда вы сможете идти в магазин и размышлять, слушай, вот я там сделал такую-то рубрику, как же мне лучше это сделать? И будут приходить идеи. Идеи когда приходят? Когда мы хорошо разбираемся. Давайте этому научимся. Спасибо. Спасибо.